Сейчас на экономическом форуме в Довосе работает моя коллега Наиля Скирзаде. Наиля, добрый день, вам слово. Да, Катя, добрый день. И сейчас к нам присоединяется основатель базового элемента Олег Дерипаско. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну, конечно, прежде всего хотелось бы поговорить с вами по поводу норильского никеля. В конце прошлого года, наконец, были достигнуты долгожданные договоренности между вами и Владимиром Потанином. Как вы оцениваете достигнутые договоренности? Ну, в первую очередь я хотел напомнить, что и Русал, и норильский никель – это две крупнейшие частные индустриальные компании, которые работают в Сибири. И мы знаем, что следующие 15-20 лет развития Российской Федерации, она будет во многом определяться теми процессами, которые будут проходить в Сибири. И, конечно, для нас очень важно, чтобы тот прогресс, который мы, как надеемся, добились в норильском никеле, был конвертирован в развитие компании в Сибирском регионе. Мы смогли бы восстановить, так сказать, определенные успехи, так сказать, были достигнуты в производственной части, в финансовой части. Ну, и, конечно, развитие компании было бы уже напрямую нацелено на развитие производства в Российской Федерации. А расскажите, пожалуйста, как шел переговорный процесс и как появился Роман Абрамович? Ну, любые переговоры, они проходят нелегко. В конце концов, стороны сделали много компромиссных шагов на встречу друг к другу. И, опять-таки, я еще раз хочу подчеркнуть, что задача Русала – это было обеспечить условия, при которых компания могла бы стабильно развиваться в следующие 5-7 лет. И мы верим в то, что тот потенциал, который есть у нас в Сибири, и тот спрос, который есть на внешних рынках, так сказать, его можно совместить и добиться финансового успеха, и, соответственно, так сказать, обеспечить тот необходимый доход, который нужен акционерам Русала, и даст возможность Русалу развивать свои проекты. А все-таки как появился Роман Абрамович? Ну, он опытный инвестор, скажем так. Видимо, почувствовал, что есть возможность, что акции компании сильно недооценены, и сделал правильный шаг. А кто его пригласил? Кто его пригласил? Вы знаете, как говорят, Роман Аркадьевич не приглашает, он сам приходит. А он пришел один или вместе с Александром Абрамовым? Я имею в виду, Милхаус купил акции только в интересах Абрамовича, либо также в интересах Абрамова? Ну, я не готов так подробно. Скажем так, освещать это все-таки дело инвесторов, да, но они, насколько я понимаю, выступают совместно. То есть это два квалифицированных инвестора. С Роман Аркадьевичем мы работали с момента основания Русала. Абрамович создал крупнейшую столетийную горнодобывающую компанию, которая работает на четырех континентах. Так что я рад, что у нас появились такие инвесторы, которые могут квалифицированно поддержать развитие компании. А не считаете ли вы, что выплата предыдущему гендиректору Стражалковскому 100 миллионов долларов является чрезмерно высокой? Я бы не хотел комментировать этот вопрос. А новый гендиректор, господин Потанин, будет получать такую же оплату за свой труд? Все зависит от результатов. Вы понимаете, за любой труд нужно достойно платить. То есть это аксиома. То есть какие бы ни были другие факторы, ты можешь быть акционером, ты можешь... Ну, любой труд – это колоссальные затраты времени, колоссальные затраты усилий. Поэтому, еще раз говорю, Норильский никель – это пятерка российских компаний. И то напряжение, которое возникает, когда ты управляешься такой компанией, конечно, адекватно должно вознаграждаться. Норникель выплатит щедрые дивиденды. Куда Русал направит полученные средства? Щедрые. Норникель выплатит те дивиденды, которые позволяют его финансовые результаты. Нам понимать, что Норникель в этом году... Мы говорим о проекте, так сказать, в случае, если сложатся те обстоятельства, которых мы надеемся. Мы с экономической обстоятельствами. И, безусловно, компания потратит на инвестиции больше, чем она выплатит акционерам. Мы один из акционеров Норильского никеля. И у нас есть обязательства перед банками. Практически, в общем-то, все средства пойдут на погашение наших старых банковских кредитов. Ну, если мы заговорили про Русал, как сейчас складываются отношения с миноритариями, и в частности с Виктором Виксельбергом? Ну, мне кажется, неплохо. Мне кажется, вот этот вот ажиотаж, он уже позади. И сейчас есть нормальное сотрудничество. Понимаете, наши проблемы – это, скажем так, тот эффект посткризисный, который до сих пор существует в алюминиевой отрасли. Громадные запасы накоплены за время, когда наши основные потребители, транспортная, автомобильная, авиационная, строительная, упаковочная, да, они снизили объемы, да. Мы не могли снижать объем, потому что это было, с одной стороны, чревато социальными последствиями, так сказать, у нас все-таки несколько десятков тысяч человек работает. С другой стороны, это бы отразилось на экономику многих регионов, потому что мы крупнейшие потребители, и мы своими платежами за электроэнергию. Кстати, электроэнергия в этом году в России впервые за последние 70 лет дороже, чем та же электроэнергия в Соединенных Штатах, так сказать. То есть, если бы мы сократили свои объемы, допустим, производства, это бы отразилось на наших потребителях, на наших поставщиках электроэнергии. И поэтому мы вынуждены были преодолевать кризис, то, что называется, не снижая объема, не оптимизируя, так сказать, те производственные мощи, которые, наверное, нужно было остановить. И это, к сожалению, так же было практически во всем мире. Сегодня мы имеем то, что имеем. Цены до сих пор находятся на уровне примерно 60% от цен до кризиса. Происходит мягкое восстановление. Мы не можем жаловаться по поводу спроса в прошлом году. Мировой спрос на алюминий вырос на 6%, в этом, наверное, немножечко, чуть поменьше. Это устойчивая тенденция. Мы понимаем, что через 3-4 года спрос восстановится до уровня, при котором складские запасы не будут влиять, оказывают такое психологическое воздействие на рынок, и мы увидим настоящие цены на алюминии. Нужно набраться терпения. Сегодня в ходе выступления премьера Медведева вы выступили с критикой по поводу процентных ставок в России. Как вы оцениваете кредитно-денежную политику Российского Центрального Банка? Я хотел бы напомнить, что было проведено исследование возможных сценарий. То есть было выбрано три наиболее вероятных сценария. Было больше 350 экспертов опрошено. И в момент обсуждения, который пришел утром до выступления Дмитрия Анатольевича, который, кстати, было принято очень тепло на форуме, мы обсуждали, какие самые критичные факторы. И практически ненадушно сошлись на мнение, что одним из самых важных факторов это та критичная денежная политика, которую проводит Центральный Банк. То есть мы, конечно, имеем вопиющую ситуацию. Если ДАВОС сейчас подводит более-менее позитивные итоги развития американской экономики, наметилась стабилизация еврозоны, мы видим сохраняющий рост и определенный оптимизм в Азии после появления нового кабинета в Японии, то Центральный Банк, это, на мой взгляд, они действуют как канавалы, которые выпустили всю кровь из экономики. Да, мы спасли несколько банков. Да, у нас, так сказать, более-менее стабильная ситуация в банковской сфере, но рост остановлен практически, да, в четвертом квартале. Ставки на высочайшем уровне, на высоченном уровне. Доступ к экономических субъектам, финансовым ресурсам отсутствует. Посмотрите, не мелкий, не средний бизнес. Даже для крупных компаний существуют определенные трудности. И Центральный Банк, он прячется за ширмой каких-то общих фраз, говоря о том, структурные проблемы в экономике, которым невозможно преодолеть. Ну, фактически он ничего не делает для того, чтобы... Все центральные банки мира, поднимая экономическую ситуацию, создали программу мер, которые бы поддерживали занятость, стабилизировали, ушли бы от падения, так сказать, да, и обеспечили возникновение экономического роста. У нас полностью наоборот. Сначала мы, грубо говоря, проели почти 200 миллиардов долларов в резервах. Абсолютно ненужная ситуация. Зачем мы боролись там за курс рубля? Затем мы создали такую ситуацию, при которой любой заемщик хочет побыстрее вернуть деньги в банк. Потому что ему... он не может обеспечить такую доходность, которая бы обеспечивала проценты. И мы, соответственно, сжимаем экономический рост, так сказать, за счет сокращения инвестиций. Причем факты налицо. Они это не замечают. Продолжают бубнить какие-то общими фразами, так сказать, там, суеверия свои центрально-банковские. Но факты остаются фактом. Если мы не поменяем эту систему, мы не только, скажем так, окажемся без роста, но мы поставим под вопрос стабильность существующей сегодня экономической системы, так сказать. Это значит, что у нас опять будут вопросы занятости. Это значит, что опять у нас будет сокращение более масштабной инвестиций и отток капитала. Потому что экономика... мы уже строили капитализм в 90-е годы без капиталистов, надеясь на какие-то чудеса или какое-то чудо. У нас не было ни рыночной системы, не было, так сказать, возможности обеспечить финансирование предприятий. Сейчас мы говорим о развитии, когда во всем мире, так сказать, доступны ресурсы. Сейчас мы говорим о развитии, так сказать, в отсутствии этих ресурсов. Спасибо вам большое, Олег Владимирович. Будем надеяться, что все-таки изменения наступят. Напомню, с нами был Олег Дерипаска, основатель базового элемента.